Царь и небесные. И отчастины всякие скверны, и спаси Боже души наши. Аминь. Положи нам на сердце, послыши голос Духа Твоего Святого. Научи нас правильно пройти путь, назначенный каждому из нас, чтобы мы жизнью свою подтвердили, избраны ли мы Тобою. Хвала Тебя, Отечественник, Святой Дух. Аминь. Сегодня тема «Вопросы». Вопросы отвеченные, вопросы не отвеченные. Можно назвать бы и так. Вопросы, вопросы, вопросы. И вопросы без ответов. В интернете это «Шифт» и «Семерка». Я буду давать очень много цифр. Вы их записывайте. Больше вы их нигде не встретите. Это лично мои наработки. Слово «Вопрос» в Библии встречается 41 раз. Кажется, так мало. Слово «Вопрос», слово. Не «Вопросительный знак». Третья книга «Царств» 1.6. Что интересно, слово «Вопрос» везде относится к Богу. Вопросили Бога, попросили вопросить Бога, вопрошают Бога. И два раз лучше только к людям относятся. Отец же никогда не стеснял его. Третья «Царств» 1.6. Отец не стеснял сына. Почему он так делает? Он как делает, так и делает. Если бы сыну было хорошо. Это нормально или ненормально? И чем она кончилась? Тем, что отцу пришлось отдавать приказ, воевать с этим сыном и его убили. Вы знаете эту историю, нет? Ну, скажи, о ком речь идет? Авессалом. Да, правильно. Авессалом. Не хотел с отцом сидеть за столом. Свой стол устроил. И нанял специальных людей. У него журналисты свои были. Типографии свои. Спать много не спал. Выходил с людьми, беседовал. Куда идешь? Да идусь за разрешением вопроса. Меня обижают. Ну и как? Да вот уже второй раз и никакого. Если бы я был, я бы царем был. Я бы сразу высушил и сделал. И сердце народа стало сплодять все. Ну, как сейчас депутаты. Одного избирают, а двоих сбрасывают. Первое Коринфянам 1.20. Отец не стеснял его вопросом. Первое Коринфянам 1.20. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость ира сего в безумие? Где совопросник и мудрость? Вот смотрите. Тема сама избрана была. Вот школа. Мы находимся сейчас в классе. Пожалуйста, посмотри, Владимир. Почему еще? Большая книга. Почему? Вопросы. Второе. Я познаю мир. Познают мир, потому что вопросы за вопросами. Том, второе. Что такое? Кто такой? Это вопросы. Непрерывные вопросы на поиске животных. То есть их не знают, надо найти, узнать, какой образ жизни. Загадки водного мира, подводного мира. Точно так же. Постоянные вопросы. А откуда это возникает? А что это такое? Как эта раковина растет? Как размножаются киты? Загадка мира насекомых. Это тоже вопросы. Из-за них вопросов все состоит. Но все это временное. Мы должны узнать то, что нам потребуется, без чего нельзя прожить. Второзаконие 4.32. У кого же спрашивают? Кто нам ответ может дать? Есть люди, которые берутся на все отвечать. Я книги-то писать не думал. Меня побудили к этому священники. Когда меня запустили в интернет, я посмотрел, им задают вопросы. И они отвечают. Я так ахнул. Да они писания не знают. Они жития святых не знают. Они каноны не знают. Они не знают труды святых отцов. И мне пришлось отвечать тогда. Я даже не хотел об этом говорить. У меня в 12-м томе есть вопросы и ответы. Я на выбор так взял. В одном интервью Патриарх Кирилл говорит во втором предложении. И газета одна совместила. Патриарх. Тогда он был не патриарх, а был митрополит. Смоленский и калининградский. Я беру там 60, кажется, 2 вопроса. Я в книге так и поместил. Ему вопрос и его ответ. А дальше мои комментарии. Я нашел, что на 60 вопросов он ответил правильно 4,5 только. Это не такой большой процент попадания. Да как опровергнет, он вас опровергнет. Я опровергнет. По сегодняшний день ни один не сунулся. А почему? А там волчьи капканы стоят. Я их сразу поймаю. Потому что если он докажет, что он прав, я сразу скажу, это антихрист. У меня уже было такое. Я думаю, священник, он приезжал здесь. Потеряевке был. Наши принесли материал о крещении. Он говорит, а что Игнатий там нащипал из святых отцов, из Библии? Я это же самое могу набрать, только что полное крещение не нужно. И мы как мы делаем, обливаем. Я людей отправил к нему снова. И сказал, скажите ему, если ты это докажешь, я буду знать, ты антихрист. Он сразу попятился и говорит, да я даже не читал, что вы дали мне. То есть балаболка. Сказал слова, за которые отвечать на суде Божьем будет. Он бы доказал на основании Библии, что не надо водного погружения. А просто ладошкой мокрой по голове, пухленькой ладошкой попускай. Не пройдет. Я беру, тогда был патриарх Алексеев II. Точно так же, 60 вопросов. Точно так же помещаю полный его ответ. К нему вопрос. И дальше комментарии. Нужно было ответить вот так. Процент примерно 5%. Старобрядческий, Адриан был. Точно так же ему задают вопросы. Его ответы я их печатаю. И показываю, какой процент. 5-6 вопросов. Которые правильно ответил. Процентов. Остальное неверно. Это все у меня в книге помещено. А они могут вас опровергнуть. Пускай выйдут на брусьях. Да и мы, что они, самоубийцы, что ли? Мне они ответили. Говорят, они не самоубийцы. А они играют на темноте. Не на одно почему правильно не хотят отвечать. Дальше разбираю Архимандрита Юрасова, Амбросия, Козлова, Максима. Процент почти один и тот же везде. Академии заканчивают. Звания кандидатов, магистров, докторов богословия. Все есть. Нет только звания страха Божия. Что я христианин, имеющий страх Божий. Вот как составлялись книги. В этих книгах я отвечаю на 3 тысячи. Сейчас даже могу поточнее сказать. 424 вопроса. Я к этому подойду еще. Не 60, а 3 тысячи. Второзаконие 17, 9. Второзаконие 4, 32. Считала? Нет. Давай. 4, 32. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? То есть, от сотворения мира ты должен все это знать. Это прямое обращение к каждому. Ты хочешь знать, спроси у времен бывших. Был такой исследователь северных широт Отто Юрьевич Шмидт. Старое поколение, может быть, помнит. Остров Шмидт-то есть. Но студент был необычный. Профессор преподает, а он слушает. И видит, что профессор знает, чего он никогда не узнает. И пришел к нему, говорит, скажите, чтобы быть культурным человеком, ну, похожим на вас, что я должен прочитать? Какие книги? Мудрость из книг идет. Он ему составил список и дал. Он когда ахнул, говорит, а сколько на это нужно прочитать? Он говорит, 750 лет. Но я же не прожил столько. Поэтому из этого избери нужное. А нужное где? А вот теперь ты выбирай. А остальное я только должен знать содержание. А то найди тех, которые дают какие-то рекламации, объяснения, комментарии. Он задал вопрос вовремя, когда был студентом. И поэтому узнал столько, сколько мало кто знает, как Павел Париловский. Дальше. Второзаконие 17.9. Где спрашивать? У прошедших времен, от края земли до края земли, что Бернард Шоу сказал тебе сгодится, что Наполеон сказал сгодится. Но самое главное нужно тебе то, что потребуется на суде Божьем. Какие там будут вопросы? Вот это надо узнать заранее. А то сейчас готовятся там ЕГЭ, экзамены, какие вопросы. Узнать, какие вопросы на суде Божьем Бог будет задавать на старшем суде. Мы к этому подойдем. Что написано? Второзаконие 17.9. И приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. Как рассудить. Потом мы посмотрим дальше, как у пророка Оси написано. Приходят к священникам узнать. Закон ведения написано, народ погибает из-за незнания. Священники не отвечают. Вот у нас идет богослужение, литургия, все. Это все неземное. Земного тут мало, тут все небесное. Но когда небесное, ну небесное, ну с чем сравнить? Это звание профессора, на земле скажем так. И давать первоклассник, еще он поймет. Вот это у нас такое состояние. Это хватили такую высоту, что мы не можем даже опустить. Его давно надо было пересмотреть, более приемлемо, более понятно, да еще зашипрованно, да с выходами, с разными со свечами. Народ не знает. Столбами стоят. Ничего не знают. Мне от отсюда пишут, вы говорили, приходите в храм, вот мы ходим, мы стоим, мы ничего не понимаем. Русские люди, русские храмы, на Украине, во Франции, в Германии, в России, от находки до Бреста, до Калининграда. Никто не понимает, и при том ничего не понимает. И священник, когда в другой храм приходит, я говорю, стою и не пойму, что они читают, наизусть знают. Что там ревет, диакон, Евангелие, бу-бу-бу-бу-бу, еще акустика такая. Почему это сделано? В первую очередь, по нелюбви к людям. По нелюбви к Богу. Народ не накормленный уходит, не накормленный. Вот, к примеру, я сын пастуха, поэтому я не компьютерщик, я ничего не знаю. Но пасти скотина, я знаю, как отец пас. Это был Богом данный талант. Вот я вчера гляжу, вот где эти старые сарайи стоят, и они ниже сюда, скотина, дальше идти некуда. А тут она стоит, там ничего нет, как вот на столе здесь. Пришли в храм, скотина, там лежу, кто-то в плаще здесь видится. Кто после обеда пас? До самого вечера на одном месте скотина куда-то пытается травинку оторвать, он бежит, скорее заворачивает, им очень удобно. Дальше сидит, книжку почитывает. Разберитесь, кто это пас, сегодня кто-то пасет, сейчас пошел. Гляжу, возле лагеря, подворачивает скотину и сюда. Я говорю, почему ты не гонишь? Вот смотри, убрали здесь, отава выросла, уже там сена нету. Пусти. А они там не ходят. Как не ходят? А ты даже не запускал, как ты можешь знать-то? А ты запусти. Пошел Сергей с этим человеком, скотина зашла, уткнулась в зеленую траву, голову не поднимает, хватает ртом-то. Почему? Почему вы не пошли, не показали ему, что надо? Он абсолютно безразличный. Я говорю, смотри, чтобы гречиху только не дошел, козырек надвинул, вот так вот идет, скотина уже гречиху, а он даже голову не поднимает. И прошел все поле, и головы ни разу не поднял на скотину. Это уже не просто безразличная ватность, это мумия какая-то. Я посмотрел, это невозможно. Это дали бы задание, что твоя скотина идет, уже гречка, все, и он видит это, вначале, это дальше опустил голову, и вот так вот, вот с такой скоростью идет, голову ни разу не поднял даже. Вы что делаете? Спрашиваешь, почему? Потому что не интересуетесь родными детьми. Посет ты еще ребенок. А ты заложи в это. Он бы не загнался, ибо ему не сказал. Дальше я не могу кричать, пошел второй, и он уже нормальная скотина ест, сегодня молока будет больше. Вы знаете, почему? Попытайтесь себе ответить. Когда спрашиваем священников, почему они учат, а кому надо, тот поймет. Вот такое полное, абсолютное безразличие. Вот два пальца, с какой буквы. Да одинаково то же самое. С одной из двумя ничего люди не понимают. Второзаконие 32.7. Я пока расспрашиваю из Святой Библии, что нам нужно спрашивать, и у кого. Второзаконие 32.7. Читай. Вспомни дни древней, по мысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе. Значит, отца и старцев. Молодых спрашивать не еще. Раван, сын Соломона, советовался с молодыми, и те сказали так-то, и потерял царство. А старики сказали, наоборот, сделай амнистию, все-таки трудно было при отце твоем, налоги уменьши, ну, сделай так, чтобы сходно было, а народ тебя примет. А молодого заело, и стал спрашивать тех, которые с ним вместе играли, бегали. Ну, помните, и написано, скуда умный Раван, скуда умный, природа отдыхает на детях. Потерял царство, десять колен отошло, два осталось. Во второй книге царств, я пока только расскажу, 20 глава, 17 стих. Поднялся один человек, бихли, поднял восстание, ну, за ним погнались, он убежал в один город, Авел. И этот город решили от Авена уничтожить. Посмотри, там Авел или Авена пишется. 20-16, 18. И одна мудрая женщина, она вышла, а зачем ты пришел, почему решил уничтожить город? Он говорит, у вас убежал этот смутьяна, революционер Ульянов. Выброси его сюда к нам, иначе город будет в пепел превращен. Разговоров нет, она пошла народу и говорит, город будет уничтожен, если мы его не отдадим. Его сразу схватили, голову отрезали, выбросили, и войска отошли от города. Все, Донбасс был спасен. Все, и не было бы бомбежки, ни Донецка, ни Луганска, никого. Две-три головы вылетело бы, и все. Главное, смуту, которые затевали эту. Это было всегда. А почему сегодня вы говорите об этом? Я говорю, как было, а как сегодня, я не требую голов. Сегодня другое оружие, слово Божие. Меч обоюдоострый. Первое, Маковейское, 10-72. Это не каноническая книга, но прочитать можно. Человек спрашивает, 10-72. Спроси и узнай, кто я. Все. Вот пойди у народа, где живет этот человек, не поза глаза, не по интернету, а сам пойди, спроси и узнай, кто я, что я себе скажу. Потом расспросите, которые вокруг меня сидят, которые знают, которые еще не видели, не знают, а они говорят, говорят ни одного слова, ни одного. Вот у нас была статья, потому что с обратной стороны там потеряевка была, подлинность, московский комсомолец на Алтае. Только в одной статье 47 искажений, 47 раз солгали. Для одной статьи 47 раз, это, наверное, многовато. Третья книга, Ездор 4,40. Сережа, я тебя спрошу, пока она ищет. Ты сегодня, Володя, зачем толкнул во время службы? На расстоянии выйти на этой руке, вот так его, бац, он заснул. Часовать начал, да. Это нормальное состояние для православного. Ночь молился. Ты вот, ни славы не говоря, во время литургии, бац, а ты подумал о том, кто сзади стоит? Сзади стоит человек, крайне враждебно настроенный против нас. Как он засмеялся в открытую, да до другого. А другой-то его даже внимания не обратил, стоит на упуск. А он тот так переступит, тот так, все время, как ты ногу переламываешь. У нас не положено на службы так. Ты ему повод-то дал какой. А этот как стоял, стоял, он не упал. Зачем ты его толкнул? Ну, а сам спишь сейчас, сидишь. Сбодри. Вот так. Ты осудил его? Ты бы, наоборот, даже виду не дал. А сзади этот стоял, он все время корешится его. Ему это не надо. Но! Он увидел, как ты толкнул, как он прям захохотал. Засмеялся сразу, оживел. Вот он, смотри, все, ему, больше ему ничего не надо. Мирской человек. А ты готовился к причастию, торкнул брата. Я понимаю, ты сделал это с добра. Так вот сейчас хотя бы не спи. Так, третий недор, четыре, сорок. На это он отвечал мне, пойди, спроси беременную женщину, могут ли по исполнению девятивисочного срока ложесна ее удержать в себе плод. Беременная женщина, оказывается, хорошим учителем может быть. Ну и что спрашивать-то? Ясно, что не может. Пришло время, она играла, в это время схватили боли, рот разденула, упала, готово дело. Уже выходит, говорит, оттроем из-за кустов. Ну, баба Лиза у нас, тут Кочкина была, серпом жнут пшеницу, тетя Лиза отошла. А где Лиза-то? Не видать, а там суслоны, снопы стоят, в магии говорит. Слышит, там кто-то пищит, подошли, а она же в подоле двоих несет. Весь декретный отпуск кончился. Ну, дома-то еще она неделю, может быть, проводит, да и то вряд ли, четыре дня. Какой народ-то был-то? А спроси, могла она удержать, их не удержит. Так и события. Наступило время крушения советской власти, и все, она одновременно сразу вся распалась, и республики по сторонам, везде президенты, как будто никогда никого не было. Своя Абхазия, своя Осетия, она обещала Сиолане. Это у нее название такое. Ищу 546 тут же. Он сказал мне, спроси женщину и скажи ей, если ты рождаешь 10, то почему рождаешь по временам? И проси ее, чтобы она родила 10 вдруг. Вместе родила 10, чтобы сразу родила, а не так, что через год, через два. И опять беременная женщина, учитель какой. Можно сделать им так, и события не ускоряй. А революция, перестройка, опять назад колесо истории повернули, а Марс говорил, оно не поворачивается, а повернули назад капитализму, рыночная бешеная экономика, и прежде нищета. У меня много вопросов было бы, сейчас нашелся человек, я бы хотел ему задать, а подумай, нет, не стал бы задавать. Господи, зачем такому народу, беспечному, бесшабашному, раскресленному, дал такие земли? Шестую часть суши. Вся Европа, Америка не имеют того, что здесь имеют, и самая нищета живет. Зачем ты дал, когда нельзя воспользоваться? Тут пишут, какая-то одна там с Таиланды, или откуда с юга была, ну и там власть-то менялась, а когда менялась власть, то детей всех вырезали. Ну и ее девочку эту, как-то сумели спасти, через посольство, и в России. А тут она подросла, Таня звать, вот с ней беседует Дмитрий Смирнов, священник. Она по-русски говорит, нормально, самолетом ее как вывезли. А вот, я люблю Россию, она говорит, как по-твоему, а сама черная, как чугунок, совершенно. Но я, говорит, никак не пойму русских людей, говорит, ну почему они не хотят работать? Вот, колодец выкопанный, ну только осталось черпать, лежит, не черпает. Ну вот, говорит, его подошли, пнули, поляном ударили, он схватил ведро, готов туда нагнуть, и выщерпает весь колодец. Его обязательно нужно толкнуть и ударить. Она-то родилась не здесь, и она удивляется, нигде так не делается. Преущает немец, как Лесков описывает. Пацаненок маленький, ему задание, 6 лет уже, пушинки, которые летят, все пушинки собрать, и подушка будет. И он подушку набрал, а у нас сколько-то пера, сколько-то шерсти не нужно и мешками выброшено-то. Вот и куда, вопрос куда, она тоже под вопрос, куда. А если бы мы знали, куда, не кудахтали бы сегодня, у нас за шерстью стояла бы очередь, а в ней нуждаются. Мы не можем и рекламу дать, ничего. Ну и тут же можете написать 51 стих потом. Так. Я несколько мест засчитаю просто, потом я их соединю вместе. Серахов 5.31, запишите, не подчиняйся человеку глупому, не смотри на сильного. Требования так опои. А как определить, кто глупый, кто не глупый? Сразу вопрос. Сегодня тема вопрос. Как определить, глупый или не глупый? По Писанию. И смотри на его жизнь. И не смотри на сильного. А почему? То есть не бойся его. Он сегодня есть, завтра его нет. Ты делай, как тебе положено. А тебе будут мешать, никто не помешает. Златоуз говорит, никто тебе не сделает зла, и ты его себе не делаешь. Никто. Дальше. Серахов 22.21 стих. И 23. Это восьмерка, что ли у меня тут написано? Похоже, восьмерка. Ну-ка, Серахов 23.8 откройка. Нет, давайте сейчас 22. Сказали вы какой? 22.21 сначала, Серахов. Как разрушенный дом, так мудрость глупому, и знание неразумного, бессмысленные слова. Бессмысленные слова. Все разрушено. Мы говорим, почему? А вот почему. Он учиться не хотел. У нас была одно время прихожанка, и она не была членом церкви, но выходила еврейка. Она, в ней одно задание было, чтобы нигде про евреев не говорили плохо. Больше ей ничего не надо было. Она тут так ревниво стояла, старобрядцам еще сто верст ползком до этого. Кто плохо сказал, она из себя выходит. И они, видимо, на своих кагалах разбирали мои книги. И она ничего не могла сказать, сделать. А вот вы напечатали, смотрят, так я перепечатал. Это не мое, это Лисев сказал. Это сказал от Виноградов. И она говорит, у евреев, по крайней мере, за 3000 лет не было ни одного неграмотного человека. Почему? У них у всех цель. Вот она воспитывается сейчас, какая она, какая она красавица, не красавица. Ей говорят, твоя задача, главная, выйти за евреем. Но если полюбит тебя русский, смотри, перспективный он или нет. Кеннеди Жаклин, она заметила, Кеннеди, когда он студентом был, я увидела, говорит, что он необыкновенно перспективный студент. И она в нем рассмотрела перспективу, что он будет президентом. А потом, после смерти, выйдет еще за Анасиса миллиардера. Сама была такая. Еврейка должна выйти за такого, как Медведев, там Светлана у него, жена, говорит, еврейка. И уже перспектива продвигается, он президент, премьер-министр. Она за наш сердце будет. И она подведет Амана, подвеселицу. Так они еврейки такие. Вот они еврейки. Вы знаете, был такой фильм поставлен, Тихий Дон, Герасимов ставил. Ну и на роль Аксини, Мордюкова была Нонна. Представьте, Нонна Мордюкова и Быстрицкая Элина. Что сравнивать-то? А ее чуть-чуть не поставили. Да смотри-то, как бы смотрели. Обе советские женщины. Ну сравнение-то, ну возьми, обе артистки, обе народные. Ну сравнивать, ну что-то совсем глупый, слепой, даже женщина скажет, что именно правильный выбор был сделан. Ну Мордюкова-то на председателе колхоза запившись, она сейчас играет. 23.8. Да? 23.8. Считайте. Давай. Рассказывающий что-либо глупому тоже, что рассказывающий дремлющему, который по окончании спрашивает, что? Проснулся, что? О чем этот разговор шел? У нас есть люди, которые на занятиях всегда спят. Всегда спят. А могут они не спать? Могут. Если будет у них страх Божий. Я вижу, некоторые уже начинают трудиться, уже реже стали садиться. Я вчера, в прошлый раз говорил, мы к этому, если привыкли, вам трудно удержаться. Лежу, держатся. Одной рукой за пешку, другой за подоконник. Ну, на растяжке, ну, стоим. Притча 26.4. У нас спрашивает кто-то, спрашивает, и как отвечать? В общем, очень интересный момент. Притча Соломона. 26 глава, 6-4, и 5-й стихи. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Подожди. Так. Не отвечай глупому по глупости. Он тебя ругает. Он глупый. Он тонет, трясенят. И вот он говорит, стой на берегу спокойствия. Не отвечай ему по его глупости. Он глупый. Зачем тебе ему отвечать-то? Но дальше говорит. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах твоих. А теперь ты ему не отвечай на его глупость. А теперь ответь так, чтобы он понял, что он глупец, чтобы тебе не стать таким, как он. Два как будто взаимоисключающая антиномия. Так отвечать или не отвечать? Ну, в первую очередь определили, кто глупец. Кому задает, или кто задает. написано, да? Пятый стих. Пятый, но отвечай. А в Библии не отвечай. учитель, как ты учителям это разъяснишь? Вот они найдут это, просчитают, а теперь она уже знает, записала и будет тебе вопрос задавать. Скажет, отвечать или не отвечать? Отвечать. Отвечать? Ну, надо сначала обдумать и посмотреть. Я говорю, избожнику это не понравилось. Он начинает подыскиваться и смеяться. Я продолжаю дальше говорить, не отвечая ему. Он снова говорит очень такой острый на язык. А я ему говорю, насмешливый собеседник, как конь ретивый, ржет под всяким седоком. Это, как вы сказали, я говорю, конь, который ржет под всяким седоком. Он постоял, опустил голову, больше ни слова не сказал. Однажды мы на костре беседовали с детьми, приехал, тогда он был ветеринар и гонен. Ночь, звезды, мы сидим, я один, а он с двумя ребятишками, два сына. Ну, вот вы приехали, говорите, верующие, это приехали земля, это наша земля, корчинская, звезды так. Я говорю, Валерий Григорьевич, вся земля господня и все, что на ней. Так говорит, да вот он, как? Я говорю, господня земля и что на ней? Он посидел, угли пошевелил, ну ладно, я поехал домой. сел в машину и уехал. Я после спрашиваю его, а разве я так говорил, вот тут и оно. Ты не мудри, ты ответь, чтобы он понял, он тоже на господней земле, при этом человек-то хороший, он решил показать, что я-то приезжий и уехал, а он-то постоянно и здесь. Четвертое царство, 17-36. Я к тому говорю сейчас, что не всякому человеку нужно отвечать. Не на каждое слово надо давать ответ. Надо маленько слушаться. И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя. Не отвечайте ему. Понятно? Наши поехали на благовестие в прошлое воскресенье. Прошли инструкции, я говорю, ни с кем не разговаривайте, ни в какие диспуты не стревайте. Спросят, что? Вы скажите, мы приехали благовествуем о Христе. Приходите, где в клуб, там к сельсовету, где на стадионе, где у вас встреча будет назначенном, вы полные самостоятельно. А я дома остаюсь в обозе, на пульте. Ясно, вы позвоните. У нас один брат идет, сидят два мужика. Здравствуйте. Мы из Потеряевки. Вот у вас в библиотеке книги. Вот то, другая визитка. А, Потеряевских мы знаем. Мы от Саракима знаем. Игнатия перечисляет. Барабаша всех знаем. Я говорю, бывает так. А, да мы знаем этих Потеряевских. Мне говорят, по-хорошему. А второй вопрос. Сказы не разговаривали. Зачем ты остановился-то? Ну, они меня спросили. Мы это потом записали дома, как это было. А они спрашивают, а почему Миша Никитин у вас уехал? Ответ-то был бы такой, правильно сказал бы так. Миша, то у вас живет, а не у нас. А я, притом городской, я не могу ответить на этот вопрос. А он, недолго думает, говорит, а Христос торгашей изгнал из храма. Где Миша в храме торговал, разве или что? И они про Христа не знают, не про торгашей, а Мишу знают. Они еще не поняли. Он дальше им пояснение дает. А он возлюбил больше земной, чем небесная. Вот это шкала. Но ты же знаешь, что ты люди мирские. Если они о нем спросили, это говорит о том, что они к нему не расположены, завидуют в чем-то ему. Значит, он более успешен. Ну, этот развернулся домой. Те мужики, конечно, сразу его нашимишают. Говорят, так ты вот какой, хлюст. Ты из Потеряевки, ты приехал, тебя выгнали, он меня никто не выгонял. Да как, ваш Потеряевский сказал. Тот сразу звонит на Володю. Володя, там Миша, Сережа, Сережа говорит, говорил? Да, говорил. А что говорил? Мы дальше разобрали. Да ладно, у него мужества хватило сказать, ну, прости меня, брат. Миша сказал, прощаю. Это уже полная победа. Но это временное. Те мужики еще раз его клюнут, и он выйдет снова уже на него, а с него на меня. Я даже, дальше распадка какая. Это ваш воспитанник, это вы его таким сделали. А я-то наказал, никому не отвечать, и народ не отвечал. в Ветхозавете, вы христиане. Идут наши две девушки. Подходит Галя, Мишкова, к дому их. Здравствуйте, до свидания. И подали, все нет. А она теперь им говорит, что хочет. они стоят около забора, обе склонились, две курочки. Я это все теперь заснято, я смотрю, вызываю, записываю. Зачем вы остановились? Молчат. Я сказал, на все, про все, одна, две минуты, максимально две. Вы подали, теперь надо идти, и это все входит в эти две минуты. А вы стоите уже третья минута, четвертая, пятая, а она им что там говорит, они даже не знают. А она вам не скажет, положительно для вашей души, она не может, она все потеряла. Там некое ожидание огня, готова пожрать противникам. Там написано, берет всем злейших и поселяется. Зачем тебе это нужно? Стоят двое, хотя бы одна одну дернула. Да кто снимал, почему не дернул-то их? Да он в стороне стоит, как он дернул? Я далеко стоял. Ему нельзя было этого делать. Я хотел подойти, думаю, они сейчас все разбегутся, Глушковы. Виктор Николаевич, не боятся. Она бы сказала, вы боитесь нас, вы боитесь, поэтому он сделал правильно. Нельзя. В данный момент никак нельзя. Но они пришли туда, где наш Виктор говорил, они стали там мешать всякие, ну, вопросы обычные, сектантские. То есть, потеряны мы свободные теперь, свободные от праведности. Она не говорит. Я только говорю о том, что запретили говорить, и ни один не отвечал. Не отвечал. Потому что он знал, тот, который будет с вами разговаривать, это хулитель народа Божия. У них хорошее только то, что связано с миром, и то, что против нас. Но в сотный день вот это все встанет, и они увидят, чего они лишились. Лучше бы не познать им пути истины, нежели познавшего возвратиться назад. Они принимали крещение, обвенчались, и все кончилось ничем. Притча 24-20. Слушайте внимательно, кто любит саловаться. Кто любит саловаться, слушайте. Потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. 24-26. Виноват. Неправильно я прочитал. В уста целует, кто отвечает словами верными. В уста целует. Не щекой, а в щеку потерлись, и по спине похлопали. В уста поцелует, кто отвечает словами верными. Я тебе правильно ответил, а я тебя поцеловал. Понятно? Запомните, хорошо подчеркните. Матвея 15-23. Бодрствовать, не спать. Это очень полезно. Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Кому эта вещь шла? О ком? Это женщина, которая проносяла. Какая? Пророчица. Какая? Какая пророчица? Язычница. Матфея. Хананиянка. Которая говорила, это люди Бога. Какие? Когда со Христом разговаривают, Христос уже на небе. Проспал вопрос. Матфея 15-23. Куда хватил-то? В деянии. Ну, кто скажет? Женщина, Хананиянка, дочь, которая беснуется, наверное это? Наверное. Она вместе с дочерью страдала. Она забегала то спереди, то сзади, кричала, помилуй меня, ибо дочь моя бесновица. Так, Матфея 27-10. И дали их за землю горшечника. Как сказал... Там, подожди. Вот это какая цифра у меня цифра дальше? 16 или 10? 14. Виноват. Переправить на 14. И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма удивился. Почему Иисус не отвечал на слова правителя? Не знал? Не знал. Поэтому, когда нам задают вопрос, вопрос состоит в том, теперь к нам, надо или не надо отвечать? Вот этот главный вопрос надо решить. Надо или не надо? У меня это было в тюрьме. Двое спорят между собой. А я-то знаю, что я сейчас могу разрешить этот спор и ответить, но одного из них я сделаю сразу врагом. и поэтому сам себе говорю, ты пришел спор разрешать или исправляться? И опять уткнусь, молюсь и плачу. Нигде, ни в один спор, ни с кем, ни в разговор не встревайте. Серахов. 33-4. А вот это я скажу потом. Я вам даю готовое Слово Божие, потом сами посмотрите, что нам говорит Дух Святой. А потом уже раскиньте умом. Разговор веди ты, старший, ибо это прилично тебе. Правильно. А 33-4? А ну-ка 34-4. В интернете это на Серахово другая нумерация. 34. Нет, там 32, наверное. Или 32? 32. 34. Приготовь Слово и будешь выслушан. Собери наставление и отвечай. Собери наставление. Чьи наставления? Мы ответим. Очень много вопросов по Писанию. А сколько вопросов? Я не знаю число, но скажу, что очень и очень много тысяч. И все они решены уже. Все разрешены Святыми Отцами. Поэтому люди, которые отвергают святоотеческие труды, такие как Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, Иринея Леонский, Златоус, Василий Великий, Григорий Богослов, они вынуждены сами ответы искать в своем уме или от кого-то. И поэтому рождение секты прямо рядом. Нас спасает от этого то, что мы православные и знаем толкование святых отцов, то есть учение церкви, когда она была единая, не государственная структура, когда была гонимая и позже. Колоссин 4,6 Собери наставление, видите-ка, и дай ответ. Слово ваше всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Так. Ну, любой, скажите, когда вы отвечали кому-то с солью? Слово с солью, не рыбу, которую пересолил это опять. Так. Слово и при том с солью. Ну, скажи, когда ты говорила с солью или все-таки ля-ля-ля хорошо? Тебя все любят? Нет. Я могу спросить старосту, скажи, у тебя бывает и конфликтная ситуация все-таки староста над маленьким хуторком. Ну, когда-то ты отвечал с солью или нет? Да, конечно. С солью. Да, отвечал. Да, отвечал, говорит. Да, отвечал, но слава Богу. А то я подумал, что нет. Так слово Божие учит нас. С солью это означает, чтобы человека тронуло. Это слово не пропало. Было просоленое. А как это? А вот сегодня, если вот, допустим, меня вызвали на суд, патриархийный какой-то сенот, вызвали бы, то как бы, я уже проигрываю сотни раз. Я стою у них на суде перед Синедрионом, и что бы я как отвечал? Кое-что ответил бы с солью. Вы сначала выпутаетесь из образовательной системы. Когда вас Берия Сталина, Сталин образовали в сентябре 43-го года. А далее, вы идите из мирских структур. Дружба с миром есть вражда против Бога. Я патриархию как прелюбодейка и не могу называть никак. Почему? Все мирскими пропитано. Абсолютно все. Вчера передавали передачу про Савонаровых. Поднимите руку, кто знает, кто он такой? Савонаровых. Один только учитель. Сегодня у вас спрашивал. Начало 14-15 век. Как его уронили еще в детстве, с какой высоты он должен был на куске разлететься. Лицо окаменное, лицо было разбито всю жизнь, но он остался живой. Искал духовного, а в это время такое было обмерщение власти сказать нельзя. Ирцерковной власти. Христа сравнили там с Зевсом, и притом архиерея, Богородица там с Венерой, Милоской, с кем угодно. И он стал священником, стал говорить проповеди очень обличительные. Очень. Допустим, мы любим своего ребенка, он говорит. Что мы делаем для того, чтобы ребенок нормально рос? Дальше хорошее питание ему надо, учить его надо. Вот это мы духовные наставники должны делать. На первом месте это любовь. Это мы делаем все с любовью. Без любви ничего не делается. Дальше. Второе, это страх Божий. За ребенком бежит собака, он боится, и он за меня прячется, я с собакой это отбиваясь, и он от меня далеко не отходит. Собака это сатана. Все это поясняет. Простые были проповеди. Ну и по неволе рано или поздно ему пришлось затронуть и папскую власть. Католик. Он не сразу ее тронул. Оттуда приехал представитель один, ему предложили стать епископом. Архиепископом. И сказали, это недолго будет, тебя папа поставит кардиналом. У тебя будет красная шапка. У них красная это. Он говорит, я хочу другую красную шапку, чтобы огнем пылало, чтобы меня за слово Божие убили. Он говорит, папа это не заржавеет, папа сделает. И когда папа его отлучил, а он сжег эту буллу, послание это, его приговорили к сожжению и сожгли. Теперь это святое. Савонарола. То есть гневный обречитель самых высоких властей. К слову сказать, я захожу в интернет и там статья. В Сибирске Савонарола Лапкин Игнатий снова в МП обречает патриарха. Какой Савонарола? Может быть, Савонарола, как говорят. Слово вопрошать, вопрошать, 18 раз встречается в Библии. Исайя 65.1 Откройка. Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли неискавшие меня. Вот я, вот я, говорил я народу, неименовавшемуся именем моим. То есть Бог непрерывно, всюду, везде, вот через этих животных, загадки подводного мира. Бог говорит, вот я сотворил, вот я, мир вокруг тебя, в любой лягушке, в любом везде, мудрость Божия, вот в любом растении, в любом помидоре, вот я, вот я. Люди его не искали, как в том, по себе природа. Мне плохо говорить, у меня осколок зуба, режет язык. Все время режет и режет. Исаия, еще раз повторите, где это? 65, 1. Так, Бог всюду. Слушайте дальше. Из Икрия, 21, 21. Как люди вопрошали познавать истину? Где? Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Дресет стрелой, вопрошает Терафимов и рассматривает печь, рассматривает печень. У меня есть такое стихотворение про гадар. Рассматривая жадно-дымный след аорт и печень, как это раньше было, гадали, как где темнеет, две дороги, куда идти ему? Воевать в Сирии или воевать с Дамаском, сразу или с Израилем, это как они узнавали, кого вопрошали. Сегодня так бывает, что что-то надо делать, а там мы только не знали, у Сталина были свои, у Гитлера были свои, свои, главные колдуны, которые это решали. Рассказывает, сейчас вспоминает, у него главный разведчик это был, вот, кажется, Скорцени, почти метр девяносто, вот, и когда свергли власть в Муссолини, Дуча, в Италии, никто не знает, где он есть, ни один человек не знает, куда его дели, и тогда обратились к заключенным, а это время уже войны было, и всех колдунов собрали, ну, а кто скажет, где нету, стоят офицерские, генералитет, состав, и призвали, татарин отбыл, какая фамилия, не знаю, что-то там на Зайну Димов похоже, и когда он только зашел, он ни слова не говоря подошел, на столе лежит большая карта, и он не стал спрашивать, зачем вызвать, он опустил руку на карту, и стал водить кругами, все замерло, он крутил, крутил рукой, наконец остановил палец, и посмотрел, и говорит, здесь, посмотрели, это горшина одной горы, там не может быть, он говорит, здесь, палец не убирает, здесь, посмотрели, да, действительно, там вершина плоская, небольшая, допустим, 300 метров всего ширины, и проще, там сделали разные, какие надо было сведения, все-таки узнали, да, действительно, там, там находится тюрьма, и вот туда увезли, из корсения, на планере, его там спланировали, на каком-то маленьком самолете, погибло, сколько там, 18 или сколько своих из этой, группы, но все-таки он посадил этого дучи, сам шофер, этот шофер, говорю, летчик говорит, подниматься нельзя, он сел, один там, полгруза занял, но все-таки решился, и когда сорвался с этого, все-таки самолет полетел, и к утру он уже выступал с Гитлером вместе, кого вопрошать, а если бы не вопрошал, ну его не нашли, казнили, Италия вышла бы из войны, худо ли это было бы, то есть от колдура колдовские плоды, от сатаны сатанинские отростки, так и идут, вопрошать надо только Бога, я жил у одних, вот у Еремеевых одно время, где обратился к Богу, а они двери в двери вот так рядом, и у них потерялся брат, а работал в порту, они сколько его не искали, потерялся, и больше нигде нет, он какой-то должность занимал, и наконец сказали, там-то живет такая, как их называть, ясновидящая, она пошла туда, она ей говорит, смотри, там стакан, или где сахар лежит, растворяется, что ты видишь, она говорит, вижу идет гулянка какая-то, и он сидит, потом видит, что на него бросается, его убивают, привязывают камень и бросают его в воду, и она закричала, просто отшатнулась, и дальше ничего нет, комнаты нету, прошло немного времени, и правда, корабль выходил, винтами-то как по удару, по воде, там, петлю сорвало, и он всплыл оттуда, то есть дьявол знает то, что делал сам, другого он не знает, и тогда это решило пойти и спросить, там тоже, такой-то человек был, узнать, где он, она бросил, она бросила это, и говорит, он живой, живой, говорит, а что тебе отвечать, его искать не надо, он живой, живой, говорит, да не живой, он умер, нам сообщили, не знаю, да, а вот не христианин был, да, он очень сильно верил, да, какого бога все живы, мы над ними не властны, то есть колдовка, она не могла даже, не показать, ничего нет, она не властует над ними, верующий при жизни, уже избегает, этой компании, он всеми не будет, кого вопрошать, мы нашли, Ян Златоуст говорит так, учитесь не задавать вопросы, запишите себе это, наоборот кажется, когда человек не задает вопросы, то это означает, или человек все знает, или ничего не знает, почему не задают вопросы-то, Библия практически отвечает на все вопросы, кроме одного, когда будет конец света, Господь говорит, и сын этого не знает у Марка, сын как человек, как бог он знал, Осень 4,12, Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействия, они отступили от Бога своего. Я почему-то отношу это, больше всего к православным относятся, ничего не знает, дух блуда, дружба с миром, есть вражда против Бога, прелюбодеи и прелюбодейцы, перед иконами, вот мы затеплили свящу, мы сказали, там такая щедотворная, мироточивая, слезоточивая, кровоточивая, очень похоже на нас. Но если нам вопрос задают, вы знаете, как искать ответ? Четыре вопроса к вопросу задавайте. Я уже об этом говорил, еще раз запишите. Первое. Что мы ищем разрешением этого вопроса, телесного или духовного? Вот человек говорит, что я хочу, и дальше говорит, чтобы сын мой там поехал куда-то, отправить его за рубеж, там Аксфорский университет. Я спрашиваю, а что ты в этом имеешь? Почему не в МГУ? Ну, там лучше учат. Это Кембриджский университет, это, знаете, это почетно, это звание какое. Что ты ищешь, духовного или телесного? Временного или вечного? Первый вопрос ответит. Ну, духовного там еще нет, а там масонский университет. Ну, вот тебе все. Второе. Что об этом говорит Священное Писание? Господь сказал, кто? Мария избрала благую часть. Мы слышали сегодня. Благую часть, она сидела у ног Христа. Ну, вопрос-то, вопрос-то. Даже Марк поговорит, тебе нужны, нету? То есть, вопрос-то она задает. Вопросительный вопрос, вопросы вокруг Христа были все. Ты пророк? У Иоанна Кресителя нет. То есть, вопросы сыпались со всех сторон. И третье. Что скажет моя совесть? Я вот, когда обратился к Богу, у меня вопросы эти почему-то сразу высветились. Я решил такую работу найти, где бы не приходилось размышлять об работе. Механическая работа. Я кладу пищу, а что тут думать? Кирпич, бери. А в это время я все время размышляю, что прочитал, писание, кино-то не смотрел уже. И все время шло размышление. Наизусть какие стихи повторяю про себя. А тут такая маленькая работенка, какая-то, все время головой занят. И не учитель, я не имею в виду, там, врач-учитель. Это совсем незначительное. И четвертое. Будет ли в этом кому-то вред и соблазн? Вред и соблазн. Я предупреждал, спать не надо. Не надо. На прополу и спим. Один раз не поспишь. Встань на ноги, кольни себя. Вот успокоятся, сядут и... Однажды решили проверить, сколько вопросов задают ребятишки маленькие. Ну, тогда были такие микрофонщики. К подолу прицепили у женщины микрофона. у нескольких женщин-то. Средним ребенок задает 400 вопросов в день. Почему? А почему это? А почему это? Нас окружают всюду загадки. Когда это возникло? Почему так? Когда это кончится? Ну, интересно было бы знать. Нас больше всего интересует будущее, больше, чем настоящее. Вот я слушаю по радио, выступает президент. Среди молодежи, ему задают вопросов. Ни одного духовного вопроса. Больше часа говорит. Длинная такая передача. Прямо идет непосредственно уже, живой в эфир. Ну, там проверены люди, видно, что разные зарубежные задают вопросы. Все вопросы временного характера. Все до единого. Это было позапрошлом году. Ничего, никому это уже не надо. Они даже один год эти вопросы не встают. Сейчас газовая труба будет ли взорвана в Украине? Им не хватает 50 миллиардов кубометров. Ну и что? Не хватает или хватает? Какое отношение имеет ко мне? К ним? Нас интересует многое, но не так, как изобретатели. Много вопросов у изобретателей. Вот она так легко, кажется. Вот взял, швейную машинку, покрутил, а она еще там, знаете, как трудно изобретали ее. У него вопрос стоял, как сделать так, чтобы нитка сама попадала туда, выходила, с той стороны не выскакивала, оставалась, с той стороны нитка еще вторая шла и натягивала. Как же, товша заела от заботы. И вдруг он во сне видит, идут воины, у всех пики, а у пики в конце дырка ушко, у пики там. Он проснулся и понял, что у иголки надо, куда вдевать-то не нельзя сделать, туда, которая вниз идет. У швейной машинки-то. Все, швейная машинка пошла. Думают, думают, думают. То есть, эти вопросы со всех сторон нас окружают. У нас много есть такое, к чему мы привыкли. Представляете, двуручная пила, а по сегодняшний день пилим-то. Ну, кто-то подумал, а как сделать механическую? Ну, сделали, растянули, чтобы там что-то и дергало пилу, она останется. Нет, не так. Ну, как, не знаю. А потом сделали маленькие зубчики, чтобы цепочка крутилась. Я все спрашивал, а кто придумал навигатор, который едет и показывает. Вот у нас навигатор заработал, когда вошли в Европу уже ближайшие. Нам дали из Швеции адрес в Эстонии, город Таллинн. В Таллинне никто не был, не считай, я когда-то на поезде там у них были. Едут, и везде поворачивают переулки, переулки, переулки. Кажется, конца не будет. И вдруг остановились на такой-то дом, квартиру. Он говорит, еще маленько проехал, остановился все. Николай влазит, говорит, вот в этом доме такая-то квартира. Тут Валентина и живет. Зашли, правда, она тут и есть. А едем из города Риги. Зарядили адрес, а он впереди как карта идет и показывает, куда поворачивать. И голос еще говорит, сейчас поворот будет через 100 метров там. По сегодняшний день никто не говорит, кто это сделал, кто изобрел. Очень часто в сказках показывают, как камень на дороге, и написано, пойдешь налево то-то, прямо то-то, а направо то-то будет. У нас каждый день такие вопросы стоят. Все время мы стоим как на распутье. Начинаем молиться и надо вопрос только один ставить. Господи, как тебе угодно? Как Дух Святой поведет? Что нам Дух Божий подскажет? Расслышу я его голос или не расслышу? Что означает малозначащее? это праздное не несущее полезного плода. Сколько этих слов у нас выходит? Из любого вопроса постарайтесь сделать так, чтобы заговорило. Вот смотрите, мы посмотрели, вот что такое на столе, а буква Е тут на стол. на одно слово на стол. Найдите что-нибудь грозное. Когда мы вызывали раньше на допрос человеку, то следователь видел, что тот человек имя Тосна до руки на стол. То, что он не успел вытащить оружие. Я только посмотрел. Пожалуйста. Здесь заморозки. А тогда еще не знали, что есть еще слово отморозки. А кто такие? Это не обмороженное. Это означает мозгов нету абсолютно безжалостное даже в преступном мире. Ты говори это и бери то, что современное слово, чтобы его оно не смущало. Тебе объясни. У верующих этого слова нету. Это только там. Верующие не могут быть отморозками. У них нежный характер. Они верны в слове. Так. Псалом 78 8 8 8 Запишем. Тут есть такой вопрос один, который хотелось бы все время задавать. Псалом 75 8 Ты страшен. И кто устоит перед лицом твоим во время гнева твоего? Вопрос. Кто устоит? Когда Бог гневается на человека, кто устоит? Какая власть, земля? Нет, сегодня говорят вспышки на солнце. Это грозит оледенением. Это все разговор. Упадешь, я ревиноват. Понимать не буду. Так. Давай. Но есть случаи в Святой Библии, когда, например, Моисей прекращал гнев в Господь не вставал, чтобы народ не погиб остатки. Так. 89 Так. 75 8 89 11 Или 16 Ну-ка открой. 89 11 Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? Еще. 16 Ну вот кто знает силу гнева Божия? Я с верующим разговариваю, верующим себя называют. Я говорю, понимаешь, ты вот сейчас все время гневаешься, злопамятствуешься, злопамятный. Вот 5 лет назад что-то сказали, он все-то зло помнит это себе. Он уподобляется демону. Демон это делает-то. А что ты меня пугаешь? Как пугаешь? Я тебе говорю о суде Божьем. Что я без тебя не знаю? Это говорит наличие объяснования. Даже демоны трепещут, бесы трепещут, а ты не трепещешь, ты уже хуже демона стал. Это слово приправленная солью. Тебе если о суде Божьем где-то сказали, есть Божий суд на перстнике разврата. Дмитрий Николаевич руками Беккендорф говорит, есть Божий суд и крестится, чтобы видели, что он крестится, а сам думает, хорошо, что Божьего суда нет. То есть стихотворение на смерть поэта пришло. Беккендорф стал читать и оглянулся воровата. Он же там обличает всех. положил написано пьян поэта. На смерть Пушкина что ли? Да. Тогда Лермонтов 2 выходит стихотворение на него. 1 Петра 4.18. Нет, это другое. Слушайте вопросы какие. 1 Петра 4.18. И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Вопрос. Ответ. Ответ какой? Нечестивый и грешный суде Божьем где явится? Ответа то нету. Ответа нет. Он явится с левой стороны и в аду. Так. Римлянам 10.6 кажется. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем кто взойдет на небо то есть Христа свести. То есть не задавай такой вопрос он уже сошел и потом А или кто сойдет в бездну то есть Христа из мертвых возвести? У нас один вопрос всегда должен быть спасусь я или не спасусь. Вечно все будут со Христом а середины нету или рай или ад. Это выдумка что где-то что-то посередине исчезлища будет писание об этом ничего не говорит вот первый вопрос это Бог задает Адам где ты Бог нам тоже вопрос задает не только мы ему Адам где ты а мы не знаем где Адам был мы знаем только что он скрылся от лица Божия думая что Бог его не увидит какое же представление у него о Боге было хуже чем об Идоле идол и тот что-то знал вот едет Евлух ему пристал Килип по повелению Божиим и задает вопрос а ты понимаешь что читаешь вопрос задал тот как ответил как понимать как понимать если никто не здесь нет как понимать что сказать и тогда оказался на колеснице Пилип и начал объяснять мы почаще должны эти вопросы задавать понимаю я как считаешь что понимаешь что заложено в этих словах первый вопрос Бог задает и последнее в откровении 11.8 и ангел говорит что ты берешься я тебе скажу тайну этой жены вот несколько данных сейчас запишите уже один раз записывать вам это мои наработки вся библия это 77 книг это 1361 глава пиши у тебя есть уже да это 37 тысяч 82 стиха ничего нельзя сделать потому что выход один только встань встань на ноги понимаешь уже пять раз бужу и ничего не помог начни бороться почему спишь страха божия нет один страха божия нет я ответ даю вопрос задаю почему не встаешь привычка то есть безразличия к своей судьбе своей жизни один раз сказали взяла такой гвоздь доткнул себя да не знаю что бы сделал только бы не уснуть не пропустить не записываешь никогда ничего то есть для виду себя считаем верующими на самом деле ревности никакой нету если ревности нет молитвы молитва не доходит до Бога а вот теперь скажи сколько восхитительных знаков библии ну так вот во всей библии 669 284 слова сколько время я потратил пока это было подсчитано где сейчас ссылка есть в интернете только на мои данные еще раз повторите повторите еще раз 361 глава 37 082 стиха 37 082 стиха 669 284 284 слова вот они трудно написать 3 миллиона 172 тысячи 512 букв до 100 до 100 раз бы записал а не то что у меня где-то есть ты давно бы записал это сидишь ленивая в библии во всей 2170 восклицательных знаков и 3362 вопроса вопросительных знаков 3362 у меня отвечено на 4124 вопроса 4124 вот какой ответ я дальше неправильно вначале сказал 4124 так черточек вот просто черточек 3440 вопрос иота и краткое 26055 матфея 518 ну-ка открой для чего я это дал 518 слушайте ибо истина говорю вам доколе не придет небо и земля ни одна йота или ни одна черта не придет из закона пока не исполнится все сейчас новое издание библии дают новые переводы и тебя кто-то спросит скажет а там не может выпущено ты не ответишь на миллион верующих ни один не ответит ни осипов никто не ответит а почему потому что у него данных нету сколько там как проверить не одна а вот сейчас я если буду считать она иду почему у меня вычитан сколько у меня точный счет точный счет это повеление божие все счетом выдавается в Греции был такой случай был царем избран Маврики это редкое было время процветания страны очень добрый внимательный народу дал жить но полковник один фока поднял путь и сверк его и убил его убил его жену убил его дочек вот как Ленин сделал с царем Николаевым одинаково и установил такой террор в стране как у ЧК Ленина Сталина Зержинского это уже было и вот один человек в пустыне долго молился ну почему Господи такого тирана дал ну почему мы же такие вопросы задаем и Бог а значит заговорил это Карташов профессор пишет Бог сказал ему по вашим делам я долго искал хуже фоки но не нашел а ты больше меня не скушай такими вопросами это судьба божия вот и все почему царь такой каждый год 3-5 миллионов прироста населения было такими семимильными шагами шла Россия вперед и вдруг Бог остановил война и все пошло тверд тормашками царя расстреляли а ты не спрашивай ответ один дал бы хуже но не нашлось я долго искал Господь говорит почему такой президент почему а потому тебе ответ уже дан мы сейчас отдадаем такой вопрос почему человек такой-то мало жил умер почему почему он болеет нецельные болезни на все эти почему ответ только один судьбы Божии хотя слово судьба это не христианское слово Бог назначил ты должен терпеливо это переносить благодарящее Бога когда люди долго болеют вот я разговаривал с такими я говорю а ты хотел бы быть здоровым конечно хотел все-таки говорю но только вернешься здоровый такой какой был до болезни не верующий нет назад нет никак у меня знакомый один был и он поехал в монастырь а слепой от рождения Иван Андреевич Волчатеньков и вот говорил там проповедь один старец Иосиф и потом говорит я-ка рассказываю как слышал он потом вышел подошел прямо через толпу ко мне и сказал хочешь быть зрячим у него вообще даже дрожков нету нет ничего просто ямки сегодня день твой у тебя глаза сейчас появятся сразу он говорит очень хочу я света не видал ни разу а ему уже 50 там лет было или сколько он говорит но только ты будешь неверующий у тебя будет такая страшная жизнь так я говорит испугался и сразу сказал нет не хочу он обнял меня и поцеловал и говорит блажен ты сей день в этот день ты решал свою будущность могло вернуться зрение не могло у Бога все возможно у мины мы читаем отрубили ноги сожгли на огне а назад рабоходалом опять здоровые ноги а их нет их сожгли это не как у Яна-Дамаскина руку выпросил приставил проснулся рука на месте мы верующие мы в это верим вот эти вопросы когда что почему на все вопросы мы должны отвечать так когда нам задают а мне это надо надо чтобы человек это знал вот открой притча 2617 такой вопрос часто задают притча 2617 хватает пса за уши кто проходя мимо вмешивается в чужую ссору еще громче прочитай хватает пса за уши пса собаку хватает за уши чужую собаку тот кто проходя мимо вмешивается в чужую ссору вот мимо идет совсем ее не касается а он рассунется ну ему и попадет у не верующих много вопросов и мы их не должны разрешать вопрос один эти вопросы у тебя отпадут если ты будешь верующие они даже не возникнет у меня вопросов нету я богу доверяюсь а вот сейчас появился человек прямо пророк и сказал проси какой вопрос не решен у меня нет вопроса их просто нету они были я их все упрашивал у бога у меня не было человека который рядом отвечал я все находил из святых отцов из священного писания из канонов поэтому мне пришлось проводить тысячи и тысячи часов когда-то я вел занятия в академии в городке новосибирском встреча была такая ну они задают вопросы там академики профессора я отвечаю а потом сказал давайте я вам завидую вы дадаете вопрос над которым я работал несколько лет пока нашел его это разные энциклопедии Брохгаузена там приходила смотреть Дьяченко он говорит а вы не завидуете как легко мы получаем так легко и теряем мы над этим не трудились и не ценим а ты рядом сидишь да ты десятки раз запиши что говорю а одна тетрадка потеряется будет вторая это легкомыслие 2 Петра 3-4 2 Петра 3-4 какие вопросы еще люди задают 1 Петра написал а потом дома найди запиши полностью считай ты говорящий да значит выше с какого стиха 3-4 с 3-го стиха прежде всего знайте что в последние дни явятся наглые ругатели поступающие по собственным своим похотям и говорящие где обетование пришествия его ибо с тех пор как стали умирать отцы от начала творения все остается так же Бог придет Христос придет ну где он пришел-то дед умер отец умер я уже старый ну где ты говорил ну где этого нету и что думающие так не знают что в начале словом Божием небеса и земля составлены из воды и водою потому тогдашний мир погиб быв потоплен водою а нынешние небеса и земля содержимые тем же словом сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек один день как тысяча лет а тысяча лет наши как один день вот слово почему в Библии встречается 78 раз запиши почему куда вопрос задают это в Библии библейские персонажи 199 раз куда 199 где вопрос задают 406 раз для чего 133 для чего 133 зачем 100 раз 100 раз 100 раз кто вот вопрос а кого 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 послать кого что 202 раза Исаия 6 8 найди вот вот сколько вопросов которые задаются и услышал я голос Господа говорящего кого мне послать Бог спрашивает нас каждый день кого послать кого на благовестие послать не в огороде работать там работает все знают картошку сажают кого послать к народу погибающему в грехах чтобы обличительное слово прозвучало и что дальше и кто пойдет для нас второй вопрос Бог знает кто пойдет за нас я сказал вот я пошли вот я возьми меня я пойду первое нужно активная жизнь они так пришел подреман ушел куда ты пойдешь на ты на ходу уснешь и не знаешь куда пойти у нас знакомая одна была где-то пошла потом была через лог утопла была потом под какой-то пленкой ночевала потом только по столбам по электрическим дорогу находила была знакома с такой в каком году это было с тобой не помнишь уже так смотрите у меня написано 3467 стихотворений 3467 в них 3810 вопросов вопросительных знаков 3810 вопросов у меня стоит в стихах которые я задаю вопросы кому-то а восклицательных знаков у меня стоит там 3258 правильно считаю вот это 3250 непонятно 2 наверное 2 3252 вот меня иногда спрашивают вот есть знакомые люди я говорю о своих о деревенских я говорю что вот отдельно молиться Исааки я не молюсь но есть такие дети о которых я их имена произношу каждый день и никто и даже эти слыша никогда не спросит а как вы о них молитесь и почему именно о них вы неинтересны у вас вопросов даже нет потому что я что-то как это сердцем чувствую вижу в них я молюсь так называю их имена и говорю господи истреби из них зверонравный характер и устраши родителей за такое ложное воспитание что ждет их а та которая разрушила семья я только прошу господи не дай умереть чтобы она увидела плоды что она высела оно все рядом чтобы она не умерла увидела уже на этой земле что она сделала вы неинтересны потому что даже уже вопрос плотную к вам подвигаю и вы вопрос никак не можете понять и вы спросить я вот дальше спросил тебя брат с намерением хорошим ты там сказал ну пояснился а теперь видно какие плоды впредь ехать усиленно об этом молись чтобы не стрять не нужен разговор не на каждый вопрос отвечает а теперь вот он заснул не заснул не упал никто бы и не знал а ты стоишь на расстоянии руки вот так вот раз его ну это а тот ха-ха-ха сидит прям захохтал вот это да вот это верующий обо мне говорят что я не верующий вот они что делают а он не понимает что брат показал любовь ну его причастника сегодня он его любит брат и отстает от него он его как бы зовет но ты видишь что батюшка вышел а ты он смотрит он понял что он смотрит а не видит но когда и как это можно было сделать-то ну в другое время просто всегда на любой вопрос еще когда этот вопрос задать стоит ли его задавать какой вывод а что он ответит а что мне тогда отвечать хотя бы ну трехходовую партию разыграет и поймет что лучше не ввязываться лучше пройти мимо вот у нас есть были люди которые любили ввязываться в чужой разговор их никого нету наша община маленькая она такая как-то от нее отторгается просто отторгается и все я стою разговариваю к батюшке приехала Настя Дегянова мы разговариваем с ней хороший разговор проходит мимо Веры Тедоровны Золотова ну ладно не ругай ее она хорошая девушка не ругай ее а прошли уже все в деревне она уже последняя я говорю вернись назад а почему ты решила что я ругаю так вы все ругаете ругаете нас в первую очередь я никогда не ругаю а говорю по делу ты теперь расскажи ругала тебя нет а что был ну я спрашиваю как разговор у вас там какой был разговор там наверху там были так не ругал нет а что ты решил ну я подумала и пошла дальше она не покаялась ничего там внутри и уже осталась заноза и в конце концов кончилось ничем я знаю даже самое маленькое где-то ты что-то оставляешь на кого-то непримиренным невыясненным оно будет гнить там ты сказал не так и заметил что это не так скорее поверни назад я вчера до того смотрел вот коров как пасут вот это сюда ну книзу к этому на одном пятачке почему мне дело если тебе нет дела отец этого не видел матери не было но вы-то выходили из храма и в храм почему вы такие безразличные я эти почему вам доблюсь сейчас почему мне это надо вам не надо дело не в коровах даже дело в бесчувственности детей они не любят скотину они абсолютно безразличные как пасется будет нет молоко ему это абсолютно трин трава все равно залезет на этот на склад и сидит это не пастухи никто а почему это вы такие вы не заботитесь о духовном а вот на этом видно какое телесное такое безразличие а потом спрашивает я не знаю у меня сын какой-то аморфный ничем нет то ты остался сегодняшний день поднимися с ним попаси расскажи про траву как лучше смотреть на какой грани допустить можно где повернуть он не нужна это разогрей его покажи ему интересно не в интернете а именно на поле среди коров ты коров заворачиваешь посмотри какие облака посмотри какое вымя у коровы как бока у нее надуваются посмотри какое молоко будет научи его рассуждать отошел маленько встань и помолись так относительно темы вопросов вопросы есть? так я как раз у разрешили звонят в этот день так все говори когда они в корч наездили то мне звонок поступил говорит Виктор Николаевич а они пришли так радуются что они победили Виктор Николаевич на один вопрос им не ответил а читайте в книге там все сказано он сказал да они же не будут читать православные книги раз они ушли из православия вот они сказали что Виктор Николаевич он сказал нам переживать не надо а они сказали а другого у них нет это их путь их слова мы же там переживайте сколько вопросов задавали ему а он не отвечает я не отвечаю а тебе зачем пересказывать то это зачем эти слова в тебе застряли что они себя посчитали победителем это не имеет значения что посчитали нам то какое до этого дело это их путь они себя посчитали они считают что церковь не нужна священство не нужно они считают так но это их путь у них прописка другая совсем есть люди записаны на небе книга жизни они не записаны и все кто отверг благодать которую имел для них нет спасения некое страшное ожидание огня готово пожать противников тебе что непонятно что вы так тревожите что они нас скажут тебе совершенно не надо об этом думать они по другому не могут рассуждать это их путь их избрание говори там разговор шел не о том чтобы как бы Витю осудить а разговор шел Таня переживает за душевное духовное состояние свекрови и она весь этот разговор она просила об одном может быть Игнатий Тихонович приедет конкретно с ними поговорить вот какая беседа была не то что они хотели там видео как то это объясняю идет богослужение когда Таня жила здесь Тани нету ну нету и нету и кому дела нет мне дело есть я встал среди богослужащих встал двое вышел я стоял и сразу к ней домой захожу она стряпает Таня почему ты не в храме но голова болит у нее все голова болит голова болит а сама стряпает что нехорошо это вымой руки иди в храм она вымола руки и пришла и я это делал не один раз вчера стоим никого в барабашей в храме нету ну я знаю Игорь то уехал а эти то да должны дома быть ни маши не вижу не случилось и чего то эти люди которые никогда не пропускают я потихоньку вышел обошел клюшка стоит слава тебе господи они уехали наверное и вернулся назад и дальше помолился мне дело есть Ирёма где то может быть с ними уехал я даже не знал кто я говорю как но я увидел что стоит клюшка все нормально а потом припомнил Битя сказал говорит попросили его коров подоить я думаю надо же опять удостоился так что ли бы хотела еще сказать да я хотела сказать что вы стоите с краю но я из середины зала пойду вы скажете назад не заходи вышла из храма стой теперь там в притворе я не согласен ей бы тоже бы хотелось бы сходить и посмотреть но она допустим я бы сказала прилище месарь почему раньше люди были сильнее чем сейчас мне задали вопрос вот у Езры третья книга Езры это написано видите Яков говорит начаток силы моей Симеон у Якова 12 сыновей и он называет начаток силы моей какой силы интересно мужской потенции что он имеет в виду а я а Вениамин то иосиф родились когда уже силы-то никакой не было какая-то у Абрама сила была но однако защела и родила почему народ такой был ветшает век он ветшает не человек не ветшает все ветшает почему асина у нас в лесу почти все высохли почему и на урывке везде я спрашивал там приезжает шерстобитов он говорит не знаю такое удивление у всех выборочно мы ехали целые рощи километровые идут и идут березы и все сушня не велико от Ишима да и притом не смыло еще нормально все и кое-где такие маленькие листочки как весной речь идет о десятках тысяч берез то ли эти трели которые там обрызгивают то ли что не знаю раньше люди работали были сильные родители наши а сейчас а сейчас на химии где еще придумали слово аллергия забудьте это слово его никто не знал это выдумка аллергия какая-то на запахи на все это придумают я вчера слушал очень хорошая была передача медицинская ну обычно так для тех кто любит лечиться и для тех кому это действительно необходимо передача для тех кто любит лечиться и кому это действительно необходимо такая программа и вот говорят что раньше они химию то не глотали вот возьмите у нас врачи которые все знают учатся они знают больше рядового а живут столько же и так же болеют почему почему наши врачи то все болеют сами то ну потому что за каждым делом еще хватает давление опять уже бежит опять сама себе давление меряет и спрошли зачем она меряет наша мама отец не знали этого давления вообще не знали давления никакого такого слова даже не было температура давление все определяют то то головокома то гастрит и перитонит и там что только не придумают ничего не было у нас еще что-то заболеют мама говорила это болезнь выходит болезнь выходит еще когда что-то больно совершенно нормально он он от картошки склонился там прикрылся фуфайкой это подышал и иди опять на работу мама залезла напишь совсем сынок не могу лежит а Иосиф работал за телятами она пролежала мать ну не знаю полчаса встала не могу лежать пойду Иосифу помогать пришла зима там около сорока градусов но внутри то там потеплее она фуфайку сбросила мать десятерых детей и пошла вилами наворачивать навоз выкидывать пришла вешером и говорит не знаю что то полегшило сразу у нее сильно болела голова она шла со мной с вокзала мама подскользнулась упала вот так накладенное было место и головой ударилась встала ой как больно головой ударилась так она у меня перестала болеть перестала болеть и они все это замечали они были люди интеллектные на здоровье они жили жили как Бог даст природное лекарство а сегодня ничего природного то нету одна химия в каких то пропорциях а мама наша говорила так что душа принимает то и ешь ты сама знаешь как за пилюльками не гонялись раньше выживали те кому Бог давал а сейчас одного родят и таблеточками с самого дня рождения вот и племя каждый час в конце каждого часа итак реклама из Барнаула акушерзе планирование семьи вы что даете планирование семьи это значит приходить к нам за советом и скажем сколько абортов сделать и каждый час они рекламируют это одно аборты 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 за время перестройки 120 миллионов абортов государство уничтожили а один сейчас выступает и говорит да я сельское хозяйство знаю я его люблю у меня есть деньги я основываю я все строю ферма работать то некому я закупаю коров работать то некому три беззубых старухи да ладно еще хоть один старик есть молодежь совсем отсутствует или нет или они на кладбище лежат а приезжают кто узбеки таджики а восток весь уже там захвачен просто нормально китайцы живут для них построили хорошие дороги уже я там был мир меняет свое лицо и с этим надо согласиться жить некому на нация исчезающая ну не оценили бог отнял передает другому народу и не надо тут а мы никому не дадим россия для русских путин сказал это только придурки говорят или сумасшедшие россия для русских а сами себя уничтожают вас говорит никто не убивает вы сами себя убиваете мы не дождемся когда вы передохнете все это я прочитал послание из израиля и все что то делят и те не нужны и другие не нужны вопросы Игнать Тихонович Третье Царство 1.6 здесь речь не о весоломе Елена Анатольевна посмотри там речь идет не о весоломе поправка такая в начале занятия было сказано здесь о другом сейчас она откроется так о чем о другом сыне ну ну а сейчас она прочитает давай 1.6 да Третье Царство 1.6 Адония падет Адония Отец же никогда не стеснял его вопросов он мог бы его спросить зачем тебе сын это нужно и вовремя прекратить этой беды бы не было Адония с чем закончил ну и вовремя и вовремя и вовремя на этом конец на этом конец Адония ну что вопросы главный вопрос спасемся или не спасемся будем мы в царстве небесном или не будем поэтому Бога надо просить все время огненного служения чтобы Дух Святой чтобы Дух Святой наставлял побуждал и мы не были безразличны я вот сколько раз говорю задаю вопросы сегодня спрашиваю а где вот такие то они а где уехали к родным в другую область там где куда в Санкт-Петербург и каждый год ездят зачем ездят я никогда этого не пойму вы что-то туда повезли нет что-то приобрели нет и каждый год в одно место тратят деньги зачем ехать можно только с целью исцеления помочь ну чтобы было определенно а просто так мотаться для меня это абсолютно непонятно ну давай невесту нашли по интернету а невеста живет в Сан-Франциско а теперь родители каждый год туда-сюда летают ну один раз были были ну каждый год то зачем летать то это же деньги давай ну я как бы немножко с этим не согласна ну что ж у тебя мама тут жила ты каждый раз придешь руки погладишь батюшка придет руки погладить в щеке у нее мама больная я знаю был столько лет сестра одна ухаживает она должна маленько что-то привезти привезти попроведать маму и на этом ну а как если привезти а то ничего не привезти просто нет они загрузились полностью она никакой доли не может помочь но она хоть этим поможет ну а как ты хотел я никак не хотел я знаю только так реветку отдали больше она никогда не была ну если я как ушел без него мама умерла надо не надо все время сует туда и сюда я говорю а куда мама опять билет выправили в Америку полетели к дочке зачем есть деньги полетели я батюшке задала вопрос я говорю батюшка а сережки грех носить написано он говорит хорошо хорошо тебе ведь не на что купить чем тогда от мирских отвечают они тоже дети мира делают вот и все едут на свадьбу дочь замуж выходит ничем тогда от мирских они отвечают у верующих все это под вопросом каждая копейка на дело божие что ты ездила моталась туда-сюда это нигде не помянется а ты помогла нищим вот у нас свадьба мы решили то другое затауз говорит сделай так чтобы Христос там на свадьбе был в канье галерейского он был-был а как среди нищих сверхов одиноких собери их на свадьбу себе вот тогда будет видно батюшка так и делал у батюшки так и было да у него так и было у батюшки так и было собрали сегодня щиток около храма и всех пригласили а многие ли так делают вот и все все средства а то они каждый год здесь ездили не будут ездить каждый год мама помрет уже ездить не будут я тебе поясняю у наших знакомых мама у нее была больная умерла и по прежнему так ботается туда и сюда это только один ответ нет эти не будут ездить я говорю они еще опять уехали туда я знаю о ком говорить достойно есть я кого истину ладжи дитя богородицу присноваженную и пренепорочную и мать бога нашего честнейшую хирургин и слонейшую без сравнения серфин безысления бога слово росшую сущую богородицу я величину господи слава тебе за милость твою оказывай нам в этот воскресный день научи нас все свои вопросы приносить к ногам твоим и от тебя получать ответ согласно священного писания дабы дух святой привел нас всех желаемой пристали сарство твое вечное навеки хвала тебе отец сын и святой дух али али